Школьная ра На свет, что струится, из окон и адреса школы, Покровская улица, дом 35. На свет, что струится, из окон и адреса школы, Покровская улица, дом 35. Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые педагоги и гости, которые сегодня присутствуют на наших первых в истории школы номер 2053 При выборах президента школьного ученического самоуправления Слово предоставляется директору нашей школы Волковой Ольге Алексеевне Дорогие ребята, действительно сегодня впервые в истории школы состоится вот такое достаточно серьезное погружение практически в политическую жизнь Самоуправление, вот само существительное, состоит из двух слов Это сложные слова, правильно? И самоуправление, это прежде всего управление самим собой Это очень ответственно и очень почетно возглавлять равных тебе Принимать какие-то решения и воплощать какие-то идеи Идея ведь она возникает мгновенно А реализация идеи может осуществляться годами И вот сейчас задумайтесь Вот в вашей жизни идеи возникали так часто, как хотелось бы И какие из идей реализованы Дело в том, что не может образовательная организация существовать и развиваться без идей ваших И я получила истинное удовольствие, когда мы общались у меня в кабинете с кандидатами Вот на тот пост С теми ребятами, которые сегодня будут представлять перед вами свои предвыборные программы Они знают, что они хотят А это достаточно сложно Сформулировать то, что ты хочешь Вот в вашем возрасте Причем та идея, которая предлагается Она должна быть и она будет реализована И ведь именно от того, что вы предлагаете Будет зависеть именно ваша интересная или не очень жизнь в школе Именно от того, что вы предлагаете Будет зависеть то, как вы сможете социализироваться Быть приспособленными в этом мире Общение друг с другом не настолько легкое, как хотелось бы И тот, кто будет руководить Хотелось бы, чтобы он понимал То, что вы принесете Какую-то проблему Или, может быть, наоборот, какой-то радости Идею, которая, опять же, будет реализована Не нужно бояться, что будут бить по рукам И обрывать крылья Нет Но опять мы с ребятами проговорили Что если политическая платформа такая Что давайте каждую неделю в школе дискотеки осуществлять Это не в развитии образования Правильно? А вот инвестиция То есть вклад мой личный Я сейчас про вас говорю, да Вот, например, в то здание В тот коллектив Чем больше я инвестирую Тем больше я люблю Чем больше я во что-то вкладываю Тем больше мне это становится дороже И когда вкладываются какие-то усилия Моральные, душевные Когда развивается коммуникация Разговор, диалог друг с другом Вот тогда становится интересно Ведь вы в школу ходите не учиться, правда? В школу ходите общаться Так или нет? Нет? Поддерживают Спасибо Мне очень хочется пожелать Сегодняшним кандидатам Чтобы их мечты А у них светлые мечты и идеи Были реализованы Жаль, что в зале Не все Кто принимал участие в голосовании пятерками И опять же Активные жизненные позиции Выражены даже тем, что вы здесь находитесь Вы не пошли домой Хотя достаточно поздно Вы хотите поставить знак Проявить и отдать свой собственный голос Вот в этих бюллетенях Здесь три фамилии и имени Вы выберете Это будут честные выборы Прошли те, кто набрал пятерки От своих избирателей Это впервые осуществлялось Но не последний раз Денис, Алена, Лера Вы большие молодцы Первыми быть всегда очень сложно Но первые это всегда вверх и вперед Удачи вам Давайте сделаем правильный выбор Потому что от этого выбора Будет зависеть наше с вами совместное развитие Спасибо за внимание Спасибо, Ольга Алексеевна Да, ребята Конечно, первыми быть всегда тяжело Но очень почетно И очень-очень интересно Поэтому сегодня, я думаю Есть те люди, которые решили Показать свою активность Свою инициативу И свои мечты Реализовать в реалиях Итак Как же начинались наши выборы? А начинались они С того, что 10 ноября Заявление подали два кандидата Это была Летунова Алена 11-й А-класс И Бодров Денис 9-й Б-класс Спустя два дня У нас появился третий кандидат Еще более молодой И еще более инициативный Это Лера Левочкина 8-й Б-класс Все эти кандидаты Прошли нелегкий путь Они побывали практически во всех классах Многие из них побывали во всех классах И они вам уже представили Не очень подробно Но представили свою предвыборную платформу В нашем районе На юго-востоке Москвы Очень активно развивается Школьное самоуправление У нас проводятся Школы актива Обучение Школы актива Происходят они в центре Которые находятся на базе школы 2089 Они систематически проводятся Все желающие могут посетить Эти обучения Происходят они по графику Который существует в нашей школе У школьного самоуправления нашего Сейчас вы видите слайд Как начинались выборы Заседание Совета старшеклассников Утвердило состав избирательной комиссии Которая будет считать предварительные голоса Вот и наши самые активные Самые активные Заходят Извините я прервусь Самые активные Зрители И не только зрители А активные избиратели Которые Несли Всю неделю нам Оценки Пятерки Да Только пятерки принимались И хочется сказать Что начальная школа Была наиболее активная В этих выборах Старшие классы Не так активно Участвовали В предварительном голосовании И в избирательную комиссию Вы видите Кто был избран И сегодня Счетная комиссия В количестве трех человек Также будет работать Сразу же По окончании Наших дебатов Вы все Свои листочки То есть бюллетени Которые у вас находятся С тремя Различными фамилиями Это три кандидата Которые сейчас Буквально через несколько секунд Представят вам Свои предвыборные платформы Отметите галочкой Нужную клетку И Опустите В заветную урну Сегодня же мы Сразу же После вашего Выхода Подсчитаем И Результаты Будут Налицо Итак Я вам открою секрет Сегодня утром У нас произошла Жеребьевка Кто будет первый Выступать На сегодняшних дебатах И Заветное первое число Вытянула Наша Алена Алена Летонова Здравствуйте Меня зовут Летонова Алена Я ученица Одиннадцатого класса Нашей школы Мой девиз Свободу Творим мы сами Мы все живем В одной стране И У нас У всех есть Права на свободу В школе Мы тоже наделены Правами и обязанностями Но Но это не значит Что мы не можем творить Мы можем сделать Из школы Творческую мастерскую В которой будут задействованы Абсолютно все ученики Ну Которые хотят Этим заниматься Конечно Самое главное В школе Это учеба Поэтому Чтобы ребята Лучше учились Я предлагаю Ввести Доску достижений На которую будут помещены Лучшие ученики Месяца или недели Также можно создать Аллею выпускников Где каждый выпускник Сможет посадить Своё собственное Именное дерево Каждый из нас Наделен определенным талантом И чтобы раскрыть Свои таланты Мы можем проводить Вне классные Мероприятия После чего Ученики смогут Показать Все свои таланты На каких-то мероприятиях Ну Например Совсем скоро Будет Новый год Поэтому Обычно Привычно То что Новый год Организовывают Старшеклассники В этом году Я хочу сделать так Чтобы в этом Были задействованы Больше Начальная школа Потому что Ну как бы Детям Они более активные И им это Более интересно Также Можно будет провести Ряд Мероприятий Которые будут Ну допустим Танцевальный конкурс Инициативное Шоу Допустим Битва хоров Также можно будет проводить Различные конкурсы Допустим На день Святого Валентина Также С разрешения Директора Мы сможем Провести День Самоуправления Ну если вы Позволите На 8 марта Вот Ну и Ну как бы Обычно Свойственно В конце Каждого В конце Каждой четверти Мы можем Проводить Тематические Дискотеки Ну Также Мы можем Старшеклассники Могут проводить Тематические уроки Для начальной школы Ну Мы будем Организовывать Различные Волонтерские Движения И акции В которых Будет задействована Абсолютно Вся школа Также Мне хотелось бы Организовать Школьное радио Чтобы Каждое утро Ученики Ну Определенное Количество Учеников Говорили Что это за день Чем он Ну Какая память Об этом дне Должна остаться У детей Ну Спасибо за внимание Спасибо Спасибо Алена Вопросы Вопросы Есть у публики Да Спасибо Алена Вот Внимательно Очень выслушала Платформу Твою Предвыборную Очень понравились Волонтерские Акции Очень понравились Тематические Занятия Старшеклассников Для малышей А вопрос Следующий Очень много Было предложено Внеклассных Дел Это по факту Вопрос А сценарии К ним Кто будет Готовить Ну Я думаю То что Сценарии Буду Ну как бы Я буду Подавать Какие-то Определенные Идеи У нас же Будет Образовано Министерство Культуры Которое Также будет задействовано Написание Сценария Для этого Ну для этих мероприятий Спасибо Еще вопросы Ребят Активнее Активнее Нет вопросов Пожалуйста Министерство Планируем Какие Министерство Культуры Образование Досуга И Ну и все Наверное Ну спорт Ну спорт Досуга Спасибо Еще вопросы Какие-нибудь Спортивные соревнования Будут Ну спортивные Соревнования Я думаю Будут Потому что Ну как бы Школа у нас Достаточно Спортивная Если Ну мы посмотрим На все Грамоты Которые Есть У нас В школе Спасибо Большое Еще Вопросы Пожалуйста Имеются Вопросы Спасибо Алена Спасибо А сейчас Я подолью Немножечко Масла В огонь И покажу Наглядно Как проходило Голосование Пятерками Итак По дням Первый день Двенадцатое число Денис У нас Лидер Следующий день Тринадцатое число Алена Быстренько Догнала Его Следующий день Четырнадцать Число Четырнадцатого Числа Включилась Лера Левочкина У нас Следующее число У нас Семнадцатого Это понедельник Алена Опять Лидирует Лера Затишье И Последний Восемнадцатое число Опять Видите И Последний день Голосования Вот 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 У нас Бывает И Сейчас Посмотрите За шесть дней Результаты Хочу сказать Что Пятерок У нас Действительно Было За эту Неделю Очень Много За полторы Почти Недели Да Ну получается Та неделя И один день Два дня Здесь Итак Следующим Кандидат Выступает Бодруб Денис Пожалуйста Он вытащил Второй номер Простите Здравствуйте Меня зовут Денис Бодров Я Ученик Девятого Б-класса Сейчас Погодите Пожалуйста Дело в том Что я хочу Сделать Нашу школу Лучше И интереснее Я хочу Разукрасить Нашу Серую Школьную Жизнь Цветными Красками Так у меня Тоже самое Я хочу Добавить Новшества Которых Не было До сих пор Но я Не смогу Сделать Все Самостоятельно Мне нужна Ваша Поддержка И помощь А также Мне не все Равно На ваше Мнение И пожелания Ведь Каждая Идея Может стать Чем-то Большим Мои Идеи Это Новогодний Бал Конкурс На лучшее Представление Класса Различные Спортивные Конкурсы И Олимпиады Возможность Музыкальных Перемен Косметический Ремонт Школы Или просто Косметические Улучшения Повесить Доску Отличников И Информационные Конкурсы Ну и В завершение Хочу сказать Что Всегда готов Выслушать Ваши Предложения И мне Интересно Ваше Мнение Вместе Мы сделаем Нашу школу Лучше Спасибо Спасибо Внимание Итак Вопросы Пожалуйста Спасибо Денис Коротко Четко А можно Вернуть Слайд С Предложениями С Предложениями Пункт Номер Пять Косметический Ремонт Школы Или просто Косметические Улучшения Можно Сразу Предложение Как Кандидату В депутаты Президенты Да Ну например Можно было бы Перекрасить Стены Школы Потому что Наверняка Они уже Надоели Ну или Подождите Говори Или повесить Картины На этажах Чтобы Сказать А как Ты смотришь На то Чтобы Каждая Стена Принадлежала Какому-то Классу И каждый Класс Нес ответственность За ее Оформление И инвестировал Собственные Идеи В оформление Данной Стены Ну это Прекрасная Идея Ну это Вот идея Да Воплотить ее Возможно Вполне Возможно Вполне Возможно Спасибо За ответ Пожалуйста А что-нибудь В помощи Образования Будет Кроме Конкурсов Ну мне Кажется Вы сможете Добиться Всего Сами Если просто Постараетесь Нам никто не поможет А дивана Побольше Постоять Так Еще Вопросы Да Пожалуйста Пожалуйста Какими Какими Ты хотел бы Разукрасить Стеньки Цветами Ну можно Было бы Даже разноцветными Например Первый этаж Был бы Зеленого цвета Второй Уже Фиолетового Я Я Я Хотела Чтобы Вот Вот Каждая У своего Ученика Была Вот Своя Стена И он Что Хотел На ней Рисовать Вот Для размышлений Готов Еще Готовы Вопросы Есть Еще Вопросы Ребят Да Пожалуйста Кто Будет Спонсировать Твои Идеи Ну В первую Часть Моя Так Внимание Это Вопрос Очень Важный Важный Вопрос Да Итак Денис Кто Будет Спонсировать Как Ты думаешь Твои Идеи Ну Несомненно Ученики Младших Классов Которые Которые Просто Не смогут Отказаться Я так думаю Вопрос был Не про Материальные Вложения Да А Какой-то Интересная Идея И является Инвестицией В те идеи Которые Предлагает Кандидат А вообще Достаточно Сложно Выразить Сосную Мысль Просто Желательно Не кричать С места А попробовать Рассказать То Что Творится В голове Сейчас Хорошо Ребята Чтобы Вопросы Были Достаточно Грамотными Потому что У нас Тут Неразвлекательное Какое-то Дело Сейчас Мы Выбираем Того Кто Будет Руководить Жизнью Ученического Коллектива Тот Кто Напрямую Будет Приходить К администрации Школы С вашими Идеями Еще Был Вопрос От Педагогов Да Пожалуйста Заинтересовать Маленькие Дети Первоклассники Раздам шоколадки Ну или Так все Ответ Полный Полный ответ Еще Вопросы Есть К нашему Кандидату Президенты Бодрову Денису Спасибо Денис И Следующий Наш Кандидат Левочкина Валерия Добрый день Меня зовут Левочкина Валерия Я из Восьмого Б-класса Я Хочу Немножко Рассказать Себе Помимо Школы Я Занимаюсь Дополнительными Занятиями Такими как Вокал И игра На музыкальных Инструментах Я умею играть На бас Гитаре Простой гитаре И барабанах В некоторой степени Также Я Неплохо Учусь И стараюсь Помогать Своим Друзьям И одноклассникам В том Что я умею Главное В людях Для меня Это доброта И честность Что ж А теперь Перейдем К основной Теме Нашего Сбора Так Главное Что я хочу В общем добиться Это Чтобы ученикам Было комфортно В школе Чтобы они Хотели учиться Переходили в школу Не такие грустные Ну хотя бы Повеселее Как-то Оптимизма Добавить немножко Но также Развлекательные Программы Вести Какие-то Предвыборная Программа Моя Состоит Больше Из развлекательных Каких-то Мероприятий Таких Как устраивать Для талантливых Учеников Нашей школы Мероприятия Как Минута славы Или что-то Наподобие Шоу талантов Также Я Могу Предложить Вам идею Чтобы украсить Нашу школу Как-то Чтобы было Не так Скучно Можно Те же самые Талантливые Ученики Могут Предложить Свои Творческие Работы В виде Рисунков Каких-то Статуй Не знаю Что там Могут делать Они Своими руками Чтобы украсить Школу Также Можно Допустим Около Кабинета истории По этому коридору Повесить Какую-то Знаменитую Картину Посвящен Какой-то Войне Или Битве Допустим Тематическое Что касается Праздников Во время Учебных Дней Таких как 14 февраля 8 марта 23 февраля Можно Устраивать Такие мероприятия Концерты Посвященные Именно Этим Темам А Отдельно 14 февраля Я не знаю Есть ли у вас Такое В школе Или нет Но я предлагаю На первом этаже Расположить Совет старшеклассников Чтобы была Почта Как бы это ни странно Звучало ЗАГС И Какие-то Угощения Да ЗАГС Я знаю Что это слишком странно Звучит Но Это как бы Такая шутка Между Одноклассниками Чтобы на память Что-то осталось Веселое Что касается Образования То я хочу Чтобы в школе Велись какие-то Дополнительные Занятия Для тех Кто хочет В будущем Ну Пойти по профессии А и Я думаю Будет Одобриться ли Это дел или нет Но Как-то Все это сделать Чтобы приглашать Каких-то специалистов По наукам Чтобы они Проводили Какие-то Лекции Для Интересующих Учеников И этим Учеников Также Можно На переменах Для младших Для средней школы Можно Устраивать Квесты И Что-то Какие-то Веселые задания Чтобы было не так Чтобы было не просто Бессмысленно Носиться по коридорам А заниматься делом И развивать Своё логическое Мышление Память В общем-то На этом Все Спасибо большое Замечательная Программа И Вопросы К нашему Кандидату Есть? Пожалуйста Вот Лер Можно Тебя Спросить Вот Я Читала Твою Программу Как бы Там Верю Вовшимство Этинорогов Это Очень Мило Вот У меня Такой Вот Вопрос У тебя Программа Много Слишком Как бы Мероприятий Ты Уверена То Что С помощью Их Ты Повысишь Успеваемость Школы Я С самого Начала Моего Моего Предварительной Компании Сказала Что больше Будет Творческих Мероприятий Для развития Именно Способностей Наших Учеников Творческие Но Я Как Сказала Можно Устраивать Квесты И что-то Даже Смешивать Учебу С каким-то Творчеством И весельем Думаю Это будет Возможно Если Мне Помогут Конечно Спасибо Так Еще Пожалуйста Вопросы У нас Будем Другие Кружки Соответственно В твоей деятельности Будут участвовать Ученики Как Младших Классов Начиная С первого Имена И ученики Как уже И выпускающиеся Будут Я Думаю То что Для каждого Ну Так как Возраст У всех Разный У всех Разное Увлечение Я думаю Можно Как-то Отдельно Тематические Там Те же самые Вечеринки Допустим Для детей Мы можем Желающих Старшеклассников Отправлять Как Снегурочка Дед Мороз Допустим На Новый Год Чтобы им было Как-то весело Интересно Устраивать им Какие-то мероприятия На переменах А для Старшеклассников Я думаю Будет интересно Проявлять Как свою Деятельность И Помогать В том же Спасибо И еще Вопрос У нас У тебя У нас будут Какие-нибудь Там Спортивные Кружки Или Там Мы Со всей школы Там Делать Какие-нибудь Там На ясточках Кто больше всего Знает По физкультуре Если ты Про Как бы Достижения Нашей школы То мы можем Это организовать Мы можем Повесить Как доску Достижений Там Доску Вопрос Звучал так Какие Тестовые Задания Будут И что-то Еще Для Обучающихся Начальной Школы Интересные Какие-то Конкурсы Может быть Да Вполне Можно Это все Устроить Я думаю Каждый Может Да Это надо Обсуждать В первую очередь С учителями И уже Там Потом С учащимися Нашей школы Спасибо И еще Вопросы Ребят Да Пожалуйста Это и есть Акции Про которые Говорилось Да Ну У нас Каждый Каждый Год Проводится Акция В школе Помоги Детскому Дому То есть Все Учащиеся Школы Собирают Какие-то Ну Не подарки А вещи Которые Необходимы Для детей Которые Находятся В детских Домах Но не только В детских Домах Допустим Для людей Пожилого Возраста Тоже Проводятся Такие Акции В прошлом году Ребята Если помните Дайлаг Угруб Была Акция Начал Очень активно Участвовала В приюте Собак Кормили Выкупали Порму Провозили Тоже Пожалуйста Акции То есть Они есть И вот То что Сейчас Происходит Это уже Как результат Такой шаг С того Что было Раньше Сначала Просто Если вы Помните Год Компании Одаренных Детей Которая Была На переменах Организовывая Различные Конкурсы Для тех Кто моложе Или своих Равистников Потом Постепенно Вышли Старые Некрасовки В гимназию 1595 Начали Общаться Со своими Сверстниками Сейчас Выборы Своего Собственного Президента Который Начнет Решать Многие Вопросы Которые Будут Исходить Именно Комплера Как его Еще Называют Это Ведь Очень Серьезное Дело Которому Готовиться Нужно Не Одну Неделю Это Большая Ответственность Когда Какие-то Четыре Часа Школа В руках Полностью Учителя В актовом Зале Или В каком-то Кабинете В роли Учеников И Все Функции Вплоть До Питания Переодевания Проведения Уроков Административные Функции Выполняют Сами Ученики Это Очень Серьезно Не Случайно В первый Год Когда Проводят Этот День Дни Дублера По Два Ученика Стоят В классе На месте Одного Учителя Потому Потому Что Если Ребенок Отпросился Во время Урока Выйти Один Остается В кабинете Другой Пошел Провожать Потому Переживает Не пропал Бывает Правильно И в столовую Водят Овое И Сдают Учителю Потом С большой Гордостью И С большим Вниманием Уважением Проводят Уроки У собственных Учителей В этот День Тут Подготовка В которой Принимают Участие Ну пусть 70% Таких Грамотных Участников Не тех Кто смотрит Со стороны И выкрикивает Просто из зала А тот Кто погружен Кто готовится И отдает Себя Вот этому Ребят Спасибо Спасибо Большое За ваши Предвыборные Подписки Спасибо Большое Итак Как бы там Не было Есть еще Вопрос Один У меня вопрос Ко всем Трем Кандидатам Я считаю Что слово Лидер Слово Очень весомое Яркое И выразительное И Таким же Должен быть И человек Лидер Безусловно Быть ярким Нам помогает Творчество Кстати Оно же Иногда Поможет Вам Наверное Выйти Из непростой Творческой Из непростой Политической Ситуации Вот О Лере Левочкиной Выступление Леры Я услышала Чем она Занимается У меня вопрос Ко всем Кандидатам Какое место Занимает Творчество В вашей Жизни Ну Я думаю То что Многие Из вас Видят Меня Практически В каждом Школьном Мероприятии Начиная С 1 Сентября И заканчивая Последним Звонком Ну В этом Году У меня Тоже Опять Последний Звонок Ну И Как бы Я думаю То что Все Видят То что Ну Как бы Творчество Для меня Имеет Тоже Ну Большое Значение В жизни У меня У меня К сожалению На творчество Сейчас Время Не так Много Как Было Раньше Когда-то Я был В художественной Школе Но Это Было Примерно Пять Лет Назад Сейчас У меня Остался Только Спорт Творческого Становится Все Меньше И Вопрос Ко всем Кандидатам По очереди Все Понятно Что Одному В нашей Жизни Очень Сложно И Один В поле Не воин И Один Ничего Не решит И С места Сдвинуть Не сможет Вопрос Есть ли У вас Команда Которая Вас Поддержит И Пойдет Вслед За вами Ну Я считаю То Что Ну Как бы Мы Выберем Команду Из Тех Старшеклассников Ну Или Просто Из Ученического Актива Который У нас Сейчас Есть Потому Что Это Дети Которые Уже Проявили Себя То есть Они Захотели Ну Участвовать В школьной Жизни И я думаю То что Ну Многие Из них Согласятся Быть В нашей Команде Мне кажется Можно Принять Тех Кто К этому Стремится Если Кто Хочет То Может Участвовать Каждый Каждый Желающий Который Хочет Принять Участие В развитии Нашей Школы Оставить Что-то После Себя То Я думаю После Некоторых Оценивая По критериям Мы можем Принять Его В нашу Команду Спасибо Большое Итак Собственной Команды Нет Ни Одного Кандидата И Это Уравнивает Шансы Совет Старшеклассников У нас Существует Как вы знаете Совет Старшеклассников У нас Входит По одному Представителю От каждого Класса От пятых Седьмых Классов От пятых Одиннадцатых Классов И Он Работает Вместе С нашими Кандидатами Которые Как бы Сегодня Не повернулась Фортуна К ним Будут Находиться В центре Событий Будут Возглавлять Министерство И будут Работать Единой Командой Несмотря на то Что сегодня Они Оппоненты Итак Мы Приступаем К нашему Голосованию Спасибо большое Нашим Кандидатам Итак На выходе Из актового Зала Есть Урна В которую Вы Должны Опустить Отмеченный Бюллетень Редактор субтитров Бюллетень